Благодарю. Какие планы на вечер? Никаких. Давайте вместе поужинаем. Давно хотела набраться наглости и показать вам свою монографию. Мне очень важно ваше мнение как ученого с именем. С удовольствием. Я даже знаю, хороший ресторан называется Аплант. Слышали? Припомню. Там очень хорошая кухня, великолепная обслуживание. Я люблю рестораны. А давайте посидим у меня дома. Да, не знаю, как-то неудобно. Еще как удобно. Я один живу. Хорошо. Только давайте тогда встретимся у меня. Ты чего лежишь? Почему не одеваешься? Отстань, пожалуйста. Я купила тебе специальную пижаму. Это пижамная вечеринка. Я не идиот, чтобы ездить к твоим друзьям в пижаме. Скажи спасибо, что я и так каждый день стал на тусовке ищу. Спасибо. Только у меня почему-то все друзья спрашивают. А что с Максом? У него что, кто-то умер? Пожалуйста, отстань. Слушай, через неделю свадьба. А я тебя и слушаю, только отстань. Ты же нормальный мужиком был. Что случилось? Макс, ты еще и одна. Слышите меня, голововой. Пожалуйста. Макс. Честно признаться, Софья Владимировна, я давно присматриваюсь к вам, но вы были замуж. Ну что же, а у нас еще будет время. А как же я ценю у вас эту обязательность и пунктуальность? Давайте я вас провожу. А что это вообще все значит? Я полюбил другую женщину. Макс, давай срочно ездим на стройку. Сейчас стоя в поле береговой части моста, снова встреча. Нужно решать, сносить, укреплять. Съезди сам, а я потом посмотрю. Это что у тебя? Ты мне можешь объяснить, почему косинус, а функция четная, а осинус и нечетная? Ты не о чем? Да не о чем. Я осваиваю школьную программу, достал от эгонометрии. Помоги. Зачем я тебя? Я поступаю. В институт экономики и финансов уже вкладывал документы. Макс, купить пол и делать концом. Коля, ты не понимаешь, я не хочу покупать не пол. Я хочу, чтобы каждый экзамен, каждый зачет, каждая сессия вот этим вот гарпом почувствовал. Понимаешь, чтобы все почистил. Ты какие зачеты, Макс, не познали? Педагоги подмолы же тебя. Ну что, вы наш знание? Я понял. С опором я сам разберусь. Позвоню. Коль, ты мне помолишь или я не помню это все? Сонечка, я долго думал и, наконец, понял. Вы именно та женщина, которая мне нужна. Выходите за меня замуж. Ау, это очень нежно. Вы согласны. Вы очень приятный человек. Воспитанный, умный, тонкий, порядочный. Мне нравится проводить с вами время. Вы мне отказываете? Нет. Нет, конечно, нет. У меня просто сейчас очень сложное время. Вступить на экзамены я в приемной комиссии, вы же знаете. Ну, да, конечно, я же сам. Да, спасибо. Ну, плюс у меня три ученика в коллективе. Я готовлю ее к нам очень как-либо. Мы могли бы вернуться к этому разговору, в случае. Более находитесь. Конечно, с вами. Я подожду. Вот сейчас слушаю вас. И окончательно находитесь. Вы моя вторая половинка. Мой духовный близнец. Вот эта рассудительность, здравый смысл главенствующий над эмоциями. До сих пор не могу поверить, что мне так повезло встретить вас. Спасибо. С вами. Дух. Какая же я духа. Какая же я духа. Сложно, пожалуйста. Сложно, пожалуйста. Я подписал родительство, я не вытяжусь. Я не вытяжусь. Я не вытяжусь. О, с водой. Ну, с другой стороны. Я не могу же так сказать приличному человеку, что я не вытяжусь. Да? Поэтому нужно было пообещать ему выйти на него замуж. Идиотка. Так, Катя, с Крышаковой все решено. Он женился тогда. Я не буду развивать в будущем. Хорошо. Хорошо. Тогда, как психолог, я могу предложить только... Я не могу. Я в приемной комиссии. Ладно, я пойду. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я из-за тебя на экзамен опаздываю. На какой? Я в институт поступаю. Экономики, финансы. Тогда можешь не беспокоиться, потому что экзаменатор тоже опаздывает. С чего ты взяла? Ты ела? Выходи из машины. Выходи из машины. Выходи, выходи. Выходи из машины. Выходи из машины. Выходи из машины. Так, ладно, 12 часов, надо ложиться спать. Ох, сейчас, сейчас надо посмотреть, во сколько там, во сколько там, на утро пятница, да? Да.